День для девчонок есть все. Просто надо вникать. Если что-то непонятно, спрашивайте. Но все пойдет. Обязательно пойдет. Так вот же, где же себя найти в IT для грубкой и красивой? Как я уже говорила, в IT-сфере процент технических сотрудников, он далеко не самый большой. Вот это специальности, в которых, ну, во всяком случае, по опыту клики, больше всего девчонок. Я занимаюсь отделом бизнес-девелопмент. Это развитие бизнеса и продажи. Мы занимаемся работой с партнерами, мы договариваемся с партнерами, мы находим новых партнеров, мы помогаем компании продвигать новые продукты. Мы, скажем так, на фронте продвики. Есть маркетологи. Сегодня будут Майкель и Галя выступать. Она вам расскажет про мер маркетинга. Девчонка тоже у нас прошла, по-моему, все сферы в IT. И сегодня она наш чей маркетинг офисер? Дизайнеры. У нас две потрясающие девочки-дизайнеры. Она, кстати, тоже заканчивала основной марковское дело. Сегодня она творит такие штуки. Любые презентации, любые сайты, релизы. Все-все-все. Это все ее дело. И, ну, девчонка раскрылась. HR. Вот это такая профессия сложная, это интересная. Ну, сегодня еще рассказываю про HR. Ну, это девичья профессия. Девочки занимаются, скажем так, атмосферой компании. Они ищут сотрудников, они помогают новым сотрудникам, лицам коллектив, они наложивают связи между другими сотрудниками, они такие хозяюши. Но на них и держится такой нехилый класс работы. Ивент-менеджеры. Сегодня IT без жизни, скажем так, вне компьютеров, вне интернета невозможно. Регулярно проводятся конференции, регулярно проводятся встречи, регулярно проводятся какие-то, опять-таки, совещания. У нас ежегодно, ну, мы поскольку занимаемся мобильным маркетингом, это более узкая часть, ежегодно проводится, ну, безумное количество конференций по всему миру. И наши ребята, сотрудники, они ездят по всему миру. Это все дело надо организовать. Компанию надо нам представить, понять, что продавать. Общаемся с коллегами со всего мира, с Израиля, штабом, Индии, Китая, СНГ. Абсолютно весь земной шарик. Проект-менеджеры. Проект-менеджеры, скажем так, это новые идеи в компании, которые возникают, которые хочется реализовать, а теперь надо понять, как их реализовать. Тут уже подключается большая часть технический отдел, но, скажем так, это то, что в будущем принесет деньги компании. Это будущие компании. Эккаунт-менеджеры. Это люди, которые занимаются текущими потворами, которые их ведут, которые укрепляют взаимоотношения и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, я вот так вот кратенько объяснила, что это все такое, а теперь, что же здесь интересно для девочек. Я вам так скажу по своему опыту. Наш женский шарм, наше женское обаяние, умение общаться, заигрывать, ох, как оно нам на руку в этой всей работе. Я буду, наверное, все-таки опираться на свой опыт, потому что я не была в других, скажем так, сферах. Я занималась последствием развитием бизнеса. Так здорово, когда партнер, с которым ты общаешься, действительно, находит с тобой общий язык, он только ради тебя готов пойти на какие-то уступки, потому что ты с ним дружишь, ты ему утром присылаешь какой-нибудь смайлик, он тебе смайлик в ответ. Ну, девочки, это все смешно, это может быть как-то просто, но это наши женские хитрости. Ребята общаются вот четко, первая, вторая, третья. Мы же еще с курсом, ну как у вас погода? Вы знаете, что у меня вот портнулись из Аргентины, а у нас снег выпало бы, да? Пришли фотографии, я никогда не видел снег, посылаешь ему снег. Ну, и вот такие вот личные взаимосвязи в работе, они очень помогают. Они помогают налаживать контакты, помогают налаживать связь. Девчонки в этой сфере скрываются. Это не означает, что вы становитесь офисным понтоном. Ой, нет, не дай Бог, нет, это вообще нет. Вы просто видите новый мир, где девушки могут расти. Это абсолютно удобные, комфортные условия труда. И, ну, на самом деле, сегодня я вот уверена, что вот за этим вот будущее. Восемь процентов в нашем городе айтишники, но это смешно. Посмотрите, сколько у нас молодежи, толковые у молодежи. Это очень обидно, это очень жалко. Надо развивать, надо развивать это направление, надо развивать эту специальность. Потому что именно за этой специальностью будущее. Что я хотела бы сказать. У меня очень много знакомых, которые работали на государственных службах. Которые работали в сфере обслуживания. Которые просто работали, потом в семьяном состоянии перестали работать. Там и семья, и ребенок. И вот понеслось, и все, и затянула эта трясина. И от всех слышу какое-то, не знаю, забыленное такое умение. Сейчас не найти работу. Серьезно. Сейчас как раз работу найти можно. Слава Богу, мы начинаем уходить от этого какого-то состояния застоя. Одесса в этом плане у нас наоборот с самым передовиком станет. И двигаться дальше. Сюда приходят инвестиции. Сюда приходят новые проекты. Посмотрите какое количество стартапов. Сегодня это стартап, завтра это компания мирового уровня. Все развивается, все растет. И IT растет быстрее остальных. Постоянно нужны новые сотрудники. Постоянно нужны новые взгляды на вещи, не замыленные. Не зашаблоненные какими-то конспектами университета. Этого не учат в университете. Да, в университете дают базу. Да, в университете дают общую картину того, как это все работает. Но в итоге в работе практика, практика и только практика, ваше желание и стремление, вот это самое главное, что будет играть роль. Сегодня особенно много работы для молодых. Проблема в том, что бояться. А бояться не надо. И особенно много работы в IT. Это, как я еще раз говорила, это сегодня самый продвинутый, самый стремительно подвигающийся сектор всех наших профессий. Но, опять-таки, это на мой взгляд, я опираюсь на свой опыт. И, знаете, пройдя всю вот эту вот крометель, я когда мне говорят, что да нет, нереально, это сложно поменять. Абсолютно с нуля прийти и все поменять. Это нереально. Да реально это, да елки-палки. Реально это все реально. Единственное, что нужно, это стараться, это работать. И тогда все будет реально. Я вот не говорю, что это какой-то инвестор, на который надо забраться по силам и единицам. Единицам по силам вступить на этот инвестор. Вот перейти вот эту грань, страшно. А вы попробуйте, чего вы теряете. Ничего не теряете. Хуже, чем есть, ну, извините. Так у многих. А попробуйте дальше. Никто не умрет, никто не заболеет, не дай бог. Все сложится. Просто пробуйте, просто действуйте. У нас, кстати, в компании всегда есть вакансии, всегда кого-то ищем. В мой отдел искали сотрудников, сейчас-то вакансии закрыты, но я чувствую, что скоро еще откроем, потому что я говорю, мы растем и нам нужны новые руки. И сотрудники в других отделах. Поэтому шуршите интернет, шуршите сайты компании, которые сегодня здесь представлены. Я уверена на все 100%, что наверняка вас ждут. И наверняка вас хотят там видеть. И если увидят огонь в глазах и понимание, пусть даже понимание того, что мы ничего не знаем, но этот огонь, он зажжет желание ваших коллег вас учить. Я когда пришла на свое первое собеседование, я сказала, я ничего не понимаю в этом. Честное слово, я вот все, что я могу, это хорошо работать как будто бы другу. Все. Да, могу распечатать документы. Я говорю, но я хочу учиться, я хочу, я хочу. Я хочу попасть в эти, я хочу понять вообще, чем я занимаюсь. Меня спрашивают, какие вы все видите через год? Я не знаю, я не понимаю, когда я еще пришла, но я хочу учиться. И вот такие вот горящие глаза, они, искренне горящие глаза, они играют большую роль в вашем будущем. Желайте, не бойтесь, делайте первый шаг, и у вас обязательно все получится. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, я сразу на них отвечу. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно вопрос? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, как вы приняли решение именно пойти на ту должность, в ту сферу, скажем так, в которую вы устроились? Почему не любая другая сфера? Это было связано с экономическим образованием? Нет, на самом деле получилось так, что была открыта эта специальность. Как показывает практика, если ты хочешь развиваться и видишь себя в другом отделе компании, занимая ответственность за другой пласт работы, тебя никто не сдерживает. Хочешь идти, тебя научат, и тебе дадут возможность работать. Просто на данный момент, на тот момент была открыта вакансия именно на эту должность. Я попала и как-то меня принесло, мне очень понравилось, я там осталась, я не хочу ничего менять. У нас есть ребята, которые тоже начинали с моей же должности, с моей же специальности, потом пришли в другой отдел, в третий отдел, и вот в четвертом отделе они себя уже все учут, вот все, я на своем месте. Но при этом вот это вот гуляние по отделам, по разным направлениям работы, где-то может быть это проектный менеджер, где-то может быть это отдел, который занимается работой с партнерами. В итоге всю картинку, как пазлы, собирает поедино, и вы еще лучше, еще глубже начинаете понимать весь рынок, как он работает, и где есть какие свои тонкости. Потому что здесь один в поле не воин, нет, здесь абсолютно командная работа, работа компании, когда компания нацелена на один свой главный фокус. Вот, и вот эта массовая такая вот сплоченная работа, она только она дает результат. Поэтому, в принципе, можно попробовать на любую должность, ну, просто попасть в этот вот мир, в среду IT, а потом на себя понять, что вот ближе, что дальше, что интересней. Я вот на сегодняшний день абсолютно не технический человек по образованию, ну, и, наверное, по мышлению тоже, а мне уже начинается становиться интересно, а как оно там вообще работает? Вот я это все вот, обо всем этом договариваюсь, а с технической точки зрения, вот все эти коды там, еще чего-то, проекты, меня уже вот туда тянут. Может быть, я пойду на какие-то курсы, не знаю, там, проект-менеджеры или еще чего-то, хочу дальше развиваться, но прийдя вот сюда на эту должность, я еще была нулевая, я не закончила никаких курсов, а с этого на IT. Спасибо. А скажите, помните ли вы вашу первую шаги, как вы начали мониторить, какие компании вообще на рынке у нас представлены, вот этот первый шаг ваших, как, как, или вы загубили, как найти этот шаг? По-другому немножко получилось, я говорила, что я работала в туризме, и у меня были ребята, постоянные мои туристы, я видела все время на вот бланках, ну, документы принимающие, люди, клики, 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 что такое клики? Залезла, почитала, ой, интересно, мои бакансики какие-то есть, а мне уже давно хотелось войти. Куда идти, не знала, там, шуршала другие компании нашего города, где-то я не подходила по требованию, где-то для меня вообще просто названия были непонятные, а тут получилось так, что, да ладно, что я теряю, это, да ладно, люди, ничего я не потеряла, я приобрела, очень много приобрела, я за этот год, честно говоря, выросла, наверное, как никогда, вот, ни университет, ни 4 года работы на моей предыдущей должности, они не дали такого результата, такого толчка, как вот этот год. Да, здесь играет роль самообразования, здесь играет роль и твое стремление, но это не основное, это все-таки, не без этого, конечно, но общий рынок, то, что он так стремительно растет, он у тебя вместе с собой растет. Можете вы рассказать, как для чайников, чем занимаются Клики? Клики? Мы мобильная рекламная платформа, мы занимаемся продвижением мобильных приложений, их рекламированием, а также монетизацией мобильного трафика, тех площадок, которые хотят монетизировать свой трафик, свои пользователи. Вот это можно по-другому? Ну, опять-таки, это все в узкой части, это все исключительно мобильная часть, мы не занимаемся дисктопом вообще. То есть, если вот вы видели, наверняка видели, любой мобильный сайт, да, мобильная версия сайта, не вот тот сайт, там, где приходится вот так вот пальчиком по экрану, делать его расширяющим, что-то прочитать, именно нормальная адаптированная мобильная версия. Мы помогаем владельцу подобных сайтов монетизировать их пользователей. Это происходит за счет каких-то уникальных решений рекламы. Не обязательно это баннер, который вот так вот в лицо стреляет и раздражает пользователей. Сегодня очень большое, в принципе, большое будущее за нативной рекламой. Сегодня мы выходим на рынок с новым форматом, банда. Это все такие уже глубокие части, если хотите, я расскажу. Вот. Это какие-то уникальные решения, которые все-таки помогают найти симбиоз, где-то взаимодействие между пользователем и рекламой. Опять-таки, не раздражать одних, не вот стрелять вот этим, вот я открываю баннером с музыкой еще, не дай бог. Вот. Но в то же время монетизировать трафик остальных, остальной стороны работы. Катя, я даже забыла вопрос. Если можно, я переведу. Такая вот моя переводчик, потому что, значит, монетизировать трафик, это как вам показать рекламу, чтобы вы стали клиентом этой компании, которая показывает эту рекламу, и чтобы вы у нее что-то купили. Я правильно сказала? Да, 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 да. Ну, перевести на обычный язык, потому что, да, действительно, это сложно, когда ты в потопке, ты просто привыкаешь говорить с такими-то словами, то есть это, да, это особый язык, и, скорее всего, что многие из вас не могут его депренировать таким же языком. Я поначалу его не понимала абсолютно, но я сама не смесила, как начала разговаривать теми же словами. Ну, вот так вот мы развиваемся. Так, это здорово. Так, еще вопрос. Вы говорите, что вы что? То есть, когда вы пришли, ну, смотрели в компанию, да, вакансию, там обычно всегда предъявляются требования. То есть, вы говорите, что вы как бы обладали только теми навыками, что вы умели хорошо работать на компьютере. То есть, или вы обладали теми навыками, которые были перечислены, или вы не обладали, но просто решились. У меня не понятно на этом. Смотрите, понятное дело, сегодня очень важно знание английского языка. То есть, на сегодняшний день знание английского языка – это как умение читать и написать в принципе. Вот без этого никуда. В сфере IT это один из основных, скажем так, ключевых моментов. Без него не начать. Да, это у меня тоже было, но опять-таки это связано с моей специальностью, поскольку работа в туризме, она подразумевала собой общение на английском. Вот. Я была, в принципе, нормальным пользователем как компьютером. Но это на самом деле сегодня тоже ни о чем. У меня было высшее образование, у меня было за спиной 4 года работы в туризме. А все остальное – это были мои личные качества. Я послала, да, я целеустремленная, да, я хочу учиться, да, я ничего не знаю, но я очень хочу учиться, я очень хочу к вам. Расскажите мне, что это, я готова принимать, впитывать в себя как группа нового знания, и вы увидите отдачу. Вот я думаю, что, в принципе, в моем случае большую часть сыграла вот это вот желание. Не, ну там никаких требований не было? Были требования, конечно, требования, что желательно с опытом в IT. Не я, я не с опытом в IT. Ну, ладно, все равно отправляю. Умение работать в коллективе, умение работать в команде, быть ответственным, быть самодисциплинированным, саморганизованным. Ну, это, в принципе, качество... То есть, женские качества. Я сказала, что сейчас, как я сейчас стою, делаю чекин какой-нибудь, вот так, это женщина, это женщина, это женщина. То есть, извините, коллектив, семья, так-то, так-то. Мата, ты, ты. Семья. Так, ну, жесть получается. Единственное, что вот там все зависит, конечно, от специальности. На главном, ну, не на главном. Всегда у нас есть открытые вакансии на какие-то технические специальности. Да, тогда, понятное дело, я не пробовала вакансии. Это не мое, мне страшно, я ничего не понимаю. А вот так, посмотрев, потому что регулярно, вот, просто каждый месяц, если обновлять эту страницу, ты видишь, что, о, вот этого вакансии в одном месте не было, ну, попробуй сюда. О, вот этого, вот, не было, попробуй сюда. А вот в этом месте ничего подходящего мне нет. Надо искать. Я не говорю, что только у нас, надо искать везде. Надо просто начинать пробовать делать первый шаг и не бояться. Вот это самое главное. Я сейчас хочу прокомментировать еще. Есть такая статистика, что женщина отправляет свое резюме, если они на 100% соответствуют требованиям. Мужчина отправляет свое резюме, если они требованиям соответствуют от 60-80%. И вот в этом смысле я могу сказать, что там, да, у нас сегодня ситуация, когда гендерные стереотипы, они там, размываются, границы не такие четкие, как раньше. В этом смысле в какой-то момент времени надо включить в себе мужской гендерный стереотип и сказать, там, мне это нравится, я хочу, я расскажу примерно на 60%. Окей, резюме улетело. Опять-таки, что вы теряете? Если вы не отправляете резюме, вы получаете гарантированный, 100% результат непопадания на работу. То есть, если вы отправили резюме, уже какая-то вероятность возникает уже не нулевая, что что-то там дальше может произойти. Шансов будет больше. Я вам скажу так. У меня было вот найма сотрудников, я проводила собеседование, и когда я ставила задачу нашими чарами, я говорила, мне нужен человек без опыта. Я его буду учить. Я серьезно набирала в отделах людей специально без опыта. Мне нужен был незамыленный глаз, незамыленное видение на продажу, незамыленное видение на работу в целом, как работать с сотрудником. Потому что, скажем так, мамонты наши сферы, хотя я не знаю, есть мамонты, но в принципе, все очень молоденькие, и сферы очень молоденькие бренды.